Меня попросили рассказать о периоде наших дружеских отношений с Маргаритой Борисовной Тереховой. Знакомство это было достаточно нештатным, хотя, собственно, бывают какие-то формы штатных отношений, а это знакомство было, в общем, результатом стечения обстоятельств. Дело в том, что в 1969 году у моей жены Аллы Николаевны Латыниной было обнаружено заболевание легких, и ей пришлось лечь в больницу. И так случилось, что у Риты было нечто похожее, и их койки стояли рядом. А с другой стороны была совершенно такая замечательная и милая Галя Штейн, которой тоже, естественно, было заболевание, и фокус заключался в том, что она не только хорошо владела, она была билингвым и английским языком, и русским, но она и была знакома с текстами, поскольку какое-то время жила в Лондоне, с текстами Набокова, которых в это время в Москве, так сказать, как-то не очень было. У меня были Набоков с русским текстом, а романы на английском языке, они как бы были недоступны. Да, что интересно, что в это время нельзя было получить Набокова из-за границы по почте с русским текстом в русском исполнении, но легко доходили к книге Набокова на английском языке. Вот, и Галя Штейн, так сказать, занималась часто тем, что во время прогулок или бесед она рассказывала, пересказывала с книжкой в руке эти набоковские романы. И были главными слушателями, так сказать, в палате было еще несколько человек, все-таки были Рита Терехова и Алла Латынина. И вот они вместе, как бы, вот, так сказать, Набоков их и обстоятельства свели, и возникли добрые отношения. Но поскольку я ходил к Алле каждый день на протяжении нескольких месяцев в эту больничку, то я, это было на Яузе, там совершенно огромные парки, буквально леса, где можно было гулять. И мы гуляли очень часто втроем. Иногда была Галя Штейн, но чаще всего мы гуляли Рита Терехова, Алла и я. И поскольку это какое-то было такое почти полубытовое домашнее общение, то произошло вот некое совпадение в каком-то отчасти культурном коде. Вот. И когда Рита оказалась за пределами больницы, то вот эти отношения, они продолжились. То есть, в общем, есть дружбы обстоятельств. Вот, скажем, у нас такие в Малеевке и в Переделкине был вагон таких обстоятельств, потому что если одним столом оказывался Эдельман, Завадский, Тарковский, Пловчик, Наташа Крымова, то это были, как бы, такие поначалу дружбы обстоятельства. Иногда они превращались в добрые и долгие отношения, и просто в настоящие дружбы, а иногда они проходили по касательной. Вот эта дружба, как бы, оказалась достаточно долгой. И она, в общем, как-то вот такой еще какой-то такой щелчок сбежения произошел следующим образом. Рита закончился спектакль в Моссовете, рядом Малая Бронная, где была моя квартира. Она пришла, Аллы не было. И я, как бы, так сказать, думаю, ну, сейчас-завтра буду Алле рассказывать о том, что там у меня была Рита или что-то в этом роде. А уже было поздно, и, наверное, нужно было, конечно, оставить. Но, слава богу, что не оставил, потому что вот это все превратилось в некое приключение. Значит, денег на такси не было. Поэтому мы с ней вышли из Малой Бронной где-то порядка 12 часов. И пошли по ночной Москве. Москва была такая довольно пустынная по направлению, так сказать, к Садовому, после Садового по направлению к Павелецкому вокзалу. От Павелецкого по Дмитровскому шоссе пошли по направлению к Яблочковой. Она там жила. Я не знал, где она жила. Это было наше, так сказать, мое первое. Потом уже много раз были мы все. Но это вот было такое первое путешествие. Совершенно поразительно была какая-то кошка, которую встретилась, долго шла за нами. И мы с трудом, так сказать, от нее как-то освободились. Это было общение такое, очень какое-то глубокое и с каким-то элементом мистики. Потому что это мы и кошку вспоминали с этими горящими глазами. Она забегала вперед, останавливалась и вставала на задние лапы, как бы прося, чтобы мы ее взяли с собой. Я не знаю, что она, так сказать, что это был за сюжет. Но вот, тем не менее, на каком-то этапе она отстала. Все же, слава Богу. И мы поднялись к Рите в дом. И когда мы поднялись на ее этаж и вошли в квартиру, я ахнул. Я, который, так сказать, у меня есть страсть и склонность к старинной мебели, к живописи. Так сказать, я в свое время, так сказать, как бы знал подробно все и мебельные, и там антикварные магазины Москвы. Был как бы в теме, потому что это для меня было интересно. И был очень коротко, лично знаком с этими людьми в этих комиссионных магазинах. А тут я вхожу, у меня там висят хорошие живописи 18-19 века. У меня там красное дерево, там, Павловское, Павло или Александровское. Ну, в общем, конечно, войти в квартиру, где в одном углу два чемодана полураскрытых, какая-то одежда на полу, матрас без ножек, с какой-то подушкой, а в другом углу детская кроватка. Это вот как раз кроватка Ани Тереховой. Ну, тогда ее в это время дома не было. Это мы пришли, по-моему, где-то уже часа в три, потому что это было долгое путешествие. И уже, так сказать, да, было светло как-то. Вот, и я удивился, что просто был поражен и потрясен, как у актрисы, которой уже был кинофильм «Здравствуй, это я». В общем, какая-то доля известности не та, что пришла, но, тем не менее, она уже как бы в каком-то смысле состоялась. И вот эта вот пустая квартира, однокомнатная на полу, вот этот единственный матрас и в углу вот эта детская кроватка, они, конечно, были совершенно поразительны. И тут же было решено, я говорю, вот, так сказать, мы собрали какие-то деньги, и я поехал, ну, не в антикварный, там, на Арбат, где все это стоило, или на Смоленска, где это стоило безумно дорого, а мы поехали на Пребраженку. Там продавалась мебель вот такого второго сорта, но не без антикварности. То есть можно было там среди груд на Пребраженке найти какую-то мебель, которая вполне могла была симпатичной. Мы купили замечательные венские, настоящие венские 19 века, стулья, купили письменный стол, огромный шкаф с зеркалом, да, для одежды. Мы купили кровать, так сказать, с ножками, спинкой, полноценно нормально. В общем, вся квартира как бы была обставлена за очень небольшую сумму. Более того, как-то так славно случилось. Сначала водитель, который повез, назвал одну сумму, но когда Рита сидела с нами, я сказал, что это, вернее, он увидел ее, сказал, это для вас, вы Маргарита Терехова, да, это для вас, тогда я с вас возьму только полцены. Так что мы подняли все это вверх, и у нее получилась нормальная квартира. И более того, всю эту мебель потом мы перевезли на квартиру, которую она получила около Тишинки. Вот, это вот сюжет знакомства, который состоялся, потом это превратилось в очень дружеские какие-то такие, очень родные отношения, и Рита часто у нас ночевала, потому что действительно было далеко на яблочко, и не всегда были там деньги, поздно кончался театр, она приходила, пили чай, и, в общем, это были вот такие где-то отношения. И надо сказать, что эти отношения были для нее полезны не только вот чаепитием и какими-то добрыми разговорами. Дело в том, что я, кроме антикварной, так сказать, мебели, но, как бы, вследствие моего филологического образования, я имел склонность и к генетической литературе, я ее достаточно хорошо знал, и «Серебряный век» – это было, как бы, продолжение моего дома, в котором были журналы, я потом привез это в Москву, у меня дома возле Плеса, сейчас он стал одним из домов монастыря, это дом, где жил священник церкви, Никола, который стоял рядом. Вот, и у меня была достаточно хорошая библиотека, потому что я знал эти антикварные магазины, иногда очень переживал, там мне купил Гумилева прижизненное издание, это было так печально, но тем не менее библиотека собралась, там были скифские, саблинские издания, и Сологуба, и Блока, и Мережковского, и так далее. Но у меня были и огромное количество, не огромное, но достаточное количество новой литературы, потому что мои друзья из Франции, мои друзья, там, из Англии и так далее, привозили эти книги, и у меня был весь Мандельштан, там, четырехтомный, там, чеховские издания, там, Ахматовый двухтомник, у меня были книги Розанова, у меня были книги Бердяева, у меня были книги Шестова, хотя Чуковский меня поправлял и говорил, что это Шестов, а не Шестов, ну, поскольку псевдоним, я не знаю, так сказать, каково правомерно, он знал, конечно, Льва Шестова, вот, но кто из нас прав, Шестов или Шестов, мы все считали, что Шестов, ну, неважно, важно то, что, в общем, вот эта вот литература, не считая, там, другие издания, Замятина, Пельника и так далее, вся была, Лита, Рита, как голодный человек, в общем, когда приезжала, иногда просто приезжала, оставалась, не общаясь ни с Аллой, ни со мной, ни с Юлей, которая тогда была еще маленькая, она погружалась в эти книги, и, надо сказать, что она получила хорошее образование по философии, поэзии Серебряного века, благодаря этой библиотеке, вот, но, в общем, такая эпопея больничная где-то продолжалась, и достаточно скоро случился, так сказать, у Аллы день рождения, который 4 июля происходит, вот она пришла домой, и поскольку я как-то вот, ну, чувствовал, у меня было желание как-то вот украсить ее день рождения и жизнь сделать ее каким-то необыкновенным, и вот на этот день рождения, 4 июля, Рита помогала очень много, в общем, это в основном мы сделали, я сделал с Ритой, ну, и приученяли нам небольшое участие, я позвал своих друзей, те позвали своих друзей, и так оказалось, что у нас на Малой Бронной 4 июля, в честь дня рождения, собралась куча очень такого симпатичного народа, так сказать, таким соорганизатором был Валя Ежов, вот это «Белое солнце пустыни», это «Баллада о солдате», тогда он был там лауреат какой-то премии, он был уже очень знаменит, с ним работал Андрон Кончаловский, вот, и у него был такой очень бурный роман с Йоко Сато, Йоко Сато только что была недавно лауреатом премии Чайковского, скрипачка, и она пришла, Валя Ежов позвал своих друзей Йоко Сато к нам на день рождения, Йоко Сато принесла Страдивария, которая была у него на прокат, и она не только божественно играла, так сказать, где-то полвечера, это было замечательно, но она еще и пела, она оказалась, что Йоко Сато, несмотря на то, что она скрипачка, японка, это было совершенно поразительное где-то пение, то есть вот вся культурная часть была сделана Валей Ежовым, и она была замечательна, где-то в среди дня приехал Андрон Кончаловский, он заблудился в грязи, машина, лес, ну, в общем, возникали какие-то сюжеты, и это было, в общем, в достаточной степени такой вот живой вечер, и его нельзя было не запомнить, его помнила и Рита, его помнила Алла, я помню его, я как-то даже полузабыл, но вот тут, когда возникла, возникла Рита Терехова, и то как-то вот все это вспомнилось, и потом мы всех понемножку проводили, все рассосались, уехали, и Йо Касат уехал, и Валя Ежов уехал, вот, Андрон Кончаловский куда-то уехал по своим делам, вот, и осталось, мы остались мы втроем, Алла, Рита и я, и мы пошли на Патриарши пруды, поскольку это было буквально три шага от нашего дома до Патриарших прудов, и целую ночь еще ходили, читали стихи, разговаривали, и это был совершенно необыкновенный вечер, и гуляли по Патриаршам, где потом, так сказать, часто гуляли уже, так сказать, с детьми все вместе около памятника Крылова. Вот это вот такое первое впечатление, и первая, как бы, часть начала моего знакомства с Ритой Тереховой. Я думаю, что вот можно перейти уже к другой части.